МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги с огоньком. В центре города накрыли массажный салон с секретом. Майские праздники все ближе. В Депздраве рассказали, как будут работать медучреждения. Не только новые стены, но и оборудование. Поликлиники «Девятки» преображаются после ремонта. У городского телеканала новая рубрика. Листаем архивы о подвигах земляков в годы войны. Она родилась из желания доставить радость ветеранам Великой Отечественной. Накануне Дня Победы стартовала акция в Ярославле. От Магадана до Луганском в столицу Золотого кольца приехала федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала. В студии Екатерина Сысоева. Областная прокуратура взяла на контроль дело по факту жестокого избиения девочки в Ярославле. В Дзержинском районе подростки поколотили сверстницу и выложили видео в соцсети. На нем 15-летний парень бьет девушку по голове палкой, несмотря на просьбы этого не делать. В результате удара орудие ломается, а снимающие на камеру подружки радостно шлют приветы. Сотрудниками полиции уже установлены все участники инцидента. К слову, молодой человек в марте этого года уже был поставлен на учет в ПДН за мелкое хулиганство. В настоящее время прокуратурой проводится проверка, где будет дана оценка, исполнению требований законодательства органами профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. В Ярославле будут судить женщину за организацию занятия проституцией и содержание притона. Об этом городскому телеканалу сообщили в пресс-службе регионального ОМВД России. Деятельность притона была пресечена в прошлом году сотрудниками полиции. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая арендовала помещение в Ленинском районе. В нем под видом массажного салона оказывались интимные услуги. В помещении были установлены душевые, кровати в комнатах, кабинет администратора. Прием заказов осуществлялся по телефону, при этом заявки принимала сама обвиняемая. Услуги сексуального характера оказывали несколько девушек. Теперь злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет. Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Ярославля. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 1 ст. 241 УК РФ. Деяния направлены на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокуратурой обвинительным актом, направлено в Ленинский районный суд города Ярославля для рассмотрения дела по существу. Трактор Ярославль-Водоканала на ходу протаранил сразу три авто. Авария произошла сегодня в Дзержинском районе. Не сбавляя скорости, коммунальная техника резко перестроилась в другую полосу и наехала на легковушке у стоп-линии. К удаче виновника ДТП пострадавших не оказалось. И к другим темам. В майские праздники стационарная и экстренная медицинская помощь пациентам будут оказываться в полном объеме. Об этом сегодня заявил директор Депздрава Сергей Луганский. Во всех медорганизациях уже сформированы дежурные бригады, утверждены графики работы врачей и среднего медперсонала. Немаловажно, что биохимические и токсикологические лаборатории и лаборатории, проводящие диагностические исследования на коронавирус, будут работать без выходных. Подробные графики размещены на сайтах медицинских организаций. С нуля под ключ. В Ярославле завершается ремонт поликлиник 9-й больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня ход работ проинспектировали депутаты оболдумы и муниципалитета. Мой коллега Александр Захаров присоединился. Первая поликлиника 9-й больницы ремонта не видела с момента основания медучреждения с 1968 года. Сегодня здесь ведутся работы по капитальному преображению облика помещений второго этажа. Уже полностью переделано крыло, где ведут прием терапевты. Заменены оконные блоки коммуникации, двери в кабинеты. Новые полы, стены и потолки радуют глаз пациентов. Красиво, эффектно. При таких-то условиях молодцы России. Программа модернизации первичного звена здравоохранения, которой была предложена партией «Единая Россия» в действии. На ремонт только первой поликлиники выделено более 8 миллионов рублей. Но самое главное, приобретается новое современное дорогостоящее оборудование. А вот это помещение готовится под прием нового оборудования. Уже в начале мая 9-я больница получит свой первый аппарат МРТ. МРТ не было своего. И согласно маршрутизации мы направляли в основном платные центры, которые работают в рамках ОМС. А сейчас вот частично хотя бы, может быть, а может и в полном объеме, мы будем своих пациентов принимать у себя. В третьей поликлинике тоже ведутся работы по модернизации помещений. Здесь уже преобразили кабинеты терапевтов и коридор. В будущем начнется ремонт крыла, где принимают узкие специалисты. Вблизица к финальному завершению ремонт сделаны все отделочные работы. Замена на стенах в коридоре, в санузле плитка, на полу керамогранит. Замена освещение на светодиодное, которое более экономичное. Замены оконные, дверные блоки на металлопластик. Согласно плану, все работы должны завершить в конце мая. В том, что работы идут в графике, убедились и депутаты, которые побывали с инспекцией на объектах. В нашем районе нагрузка на сотрудников поликлиник и, естественно, на очереди очень большая. Мы хотим добиться ремонта этих поликлиник тем, чтобы людям было комфортно приходить в нее, а сотрудникам было комфортно работать. Ход работы удовлетворил нас. Следует отметить, что в Дзержинском районе уже закончился ремонт второй и пятый поликлиник. Модернизация помещений не повлияла на сокращение приема пациентов. Терапевтов временно перевели в другие кабинеты. То же самое будет и с узкими специалистами. С каждым днем у нас жизнь наших жителей Дзержинского района становится комфортной, потому что это действительно важно. За последние годы мы убедились, что дорожить надо здоровьем, семьей, своими близкими. И благодаря нашим медикам нам это удается. Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена и в следующем году. Уже выделяются деньги на ремонт других помещений поликлиник 9-й больницы. Александр Захаров, Андрей Сдобников, Новости города. Ямы и трещины, ход строительства и соответствие нормативам. На эти и другие детали сегодня обращала внимание комиссия мэрии Ярославля в ходе инспекции гарантийных дорог и вновь строящихся участков. На этот раз объектами проверки стали переулок Софьи-Перовской и улица Семашка в Красноперекопском районе. Родион Латышев присоединился. Дорожный участок на переулке Софьи-Перовской от улицы Декабристов до деревни Раздолье Ярославского района протяженностью более 1700 метров был отремонтирован в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На объекте уложили два слоя асфальта, нанесли разметку, установили дорожные знаки и барьерное ограждение. Также организовали систему водоотведения. Особых претензий к состоянию покрытия не выявлено. Нашли лишь семь размоин, которые подрядчик должен устранить по гарантии. Профиль дороги имеет низкие места, там вода скапливается и получается размоин. Мы их будем устранять, я думаю, в течение недели, ну, десяти дней устраним. Сейчас освободим ресурсы и будем на гарантийное обязательство ставить бригаду. Начиная ориентироваться с 12 мая, подрядчик выходит и начинает работать по гарантии на этих объектах. Жизни безопасности на этом участке сейчас ничего не угрожает, то есть он функционирует, но необходимо поработать в обочинах, то есть именно в резервах автомобильной дороги. Поэтому будем дальше держать жителей города в курсе. Следующей точкой проверки стала улица Семашка. На ней работы идут по программе ремонта дорог, ведущих к социально значимым объектам. Организация в контрактные сроки начала укладывать тротуары, благоустраивать подъезд и парковку. Пристальное внимание к процессу строительства и качеству со стороны депутатов Ярославской областной думы. Делать этот участок начали еще в прошлом году, но подрядчик оказался ненадежным. Сейчас вышел другой подрядчик, за ним переделывают. Ну, небо с землей. Тротуар ровный. Они дополнительно сделали асфальт у школы, где там постоянно была лужа. Они как бы слышат параллельность своего контракта, людские просьбы. Ямки заделали, лежащие полицейские подремонтировали на Будкино. Ну, то есть подрядчик адекватный. К слову, подрядчик после завершения основных работ по укладке асфальта на подъезде к больнице Семашка и благоустройстве парковки, вокруг тротуаров подсыпет плодородный грунт, на котором зазеленеет трава. По словам представителя строительной организации, работы планируется завершить к 1 июня. Родион Латышев, Евгений Симоненко, Новости города. Уборка, ремонт дорог, строительство школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных территорий. Эти и другие темы мой коллега, главный редактор городского телеканала Илья Барабанов, обсудит с мэром Ярославля Артемом Молчановым в четверг в программе «Диалоги». Присоединяйтесь к обсуждению и звоните в прямой эфир. Задать вопросы, а также оставить видеообращение можно на странице городского телеканала во Вконтакте. Не пропустите программу «Диалоги» в четверг в 19 часов. Сегодня столицу Золотого кольца начали готовить к празднованию Дня Победы. Праздничные консоли и информационные панели уже установили вблизи территориальных администраций. Сейчас украшают нижний ярус стрелки, объемным словом «Победа». В планах мэрии еще украсить центральные площади, парки и дорожные магистрали. До 5 мая в общей сложности будет установлено порядка 1300 конструкций на военную тематику. Украшение ведется по двум направлениям. Это традиционное, это флаги, панно, конструкции устанавливаем. И тематическое в виде информационных проектов. Также горожан хотим порадовать поздравительной информацией на телебашне. Она пройдет в вечернее время, в темное время суток. Торжественное шествие, театральное представление и даже выездные фронтовые бригады. Ни много ни мало, на День Победы запланировано около 100 мероприятий. Тем не менее, в этом году ярославцы останутся без бессмертного полка. Организаторы отказались от проведения в целях безопасности. Завершится празднование торжественным салютом. Наша новая рубрика «Имена героев на улицах Ярославля» посвящена подвигу земляков в годы войны. Участниками проекта стали студенты третьего курса Ярославского театрального института. Они рассказывают о солдатах Великой Отечественной, практически своих сверстниках. Многие ушли в бессмертие очень молодыми, но успели вместе со всем народом отстоять свободу Родины. Сегодня мы расскажем об Алексее Маланове. Ничего вроде бы особенного в нем не было, но в каждом поступке чувствовалась большая сила, целеустремленность и собранность. Прежде всего он думал о товарищах, общих интересах, а потом уже о себе. Так писал об Алексее Маланове директор 40-й школы, где учился будущий герой. В летную школу перекопский парень попал по рекомендации райкома Комсомола. Первый боевой вылет 22 июня в 4 часа на защиту Одессы. В полку, где служил Алексей Маланов, прижился термин «Малановский уголок». Ярославец изобрел способ пикирования под большим углом. На разборах полетов он доказывал, что только так можно поражать цель навесным огнем. В июле 1941 года командир звена Маланов был представлен к ордену Красного Знамени, а в сентябре к званию Героя Советского Союза. Он воевал всего три месяца, но совершил 150 боевых вылетов. В последнем бою направил свою горящую машину на румынскую колонну. Друзья о нем писали. Его героизм не был показан. Алексей был честным тружеником войны. Ежедневный труд и был подвигом. Похоронен герой в Одессе, в парке имени Шевченко. В Ярославле в его честь в 1965 году была названа улица. Сегодня в Ярославле стартовала акция «Фронтовая бригада». Она родилась из желания доставить радость ветеранам Великой Отечественной. Накануне Дня Победы в нашем городе всегда много событий. Но участники войны не всегда в силах быть вместе с горожанами. Поэтому поздравления переносятся на дом. Сегодня они прозвучали во Фрунзенском районе для Екатерины Васильевны Макровой. Марина Смарагдова присоединилась к поздравляющим. Екатерине Васильевне, 101 год. В войну совсем молодая девушка, любившая петь. Сотрудники Дома культуры, судостроители, исполнили самую известную песню военной поры. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Своего орла Катюша встретила на войне. Она служила в железнодорожных войсках. Он сошел с поезда. Поезда-то береги все раненые, 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 раненые. Ой, спасибо вам, мой сладкий, мирного времени вам, мои милые. Спасибо вам большое. Спасибо, с праздником вас. Спасибо и вас нашим праздником. На столике медали к юбилеям Победы получается, что Екатерина Васильевна встретила все, начиная с 10-летнего в 1955-м. Именно тогда страна впервые салютовала 9 мая. Сегодня в гости пришли представители администрации района. Уважаемая Екатерина Васильевна, в преддверии большого праздника, 9 мая. Большой праздник у нас, конечно. Самый большой праздник, да, в России. Мы пришли вас поздравить как участника Великой Отечественной войны. У нас была рота в Данилове стояли, начальники были. Вот мы были в отделении, по всей дороге дежурили с пулеметом. Получила ранение. После войны Екатерина Васильевна работала в колхозе с щитоводом. У нее трое детей, много внуков, а теперь и праправнуки родились. Бабушку не забывают. Как правило, это концертные программы, где прозвучат песни Великой Победы. И все эти песни мы посвящаем нашим уважаемым ветеранам. Конечно же, это очень трогательное действие, когда действительно со слезами на глазах. Мы благодарим их за победу, за то, что они для нас сделали. Акция «Фронтовые бригады» проводится в четвертый раз. Все начиналось со 118 выступлений. В этом году 30. Ряды ветеранов рядеют. Но под окнами участников войны вновь соберутся волонтеры, юноармейцы, самодельные артисты. И улицы Ярославля услышат. Марина Смарагдова, Денис Кауров. Новости города. Артиллеристы, моряки, подводники, танкисты, летчики и штурмовики. Сегодня в Академическом зале Педагогического университета состоялось открытие новой акции. Наши семейные книги памяти. Сотни студентов вместе с преподавателями откликнулись на предложение рассказать о своих дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную. К слову, такой проект проводится впервые не только в Ярославле, но и по всей России. Ну а какой необычный формат выбрали организаторы и какие истории запомнились больше всего, узнал мой коллега Алексей Машков. Акция «Семейные книги памяти» началась в 9 утра и продлится до вечера. Выступающим студентам и преподавателям предоставляется одна минута, чтобы рассказать о своих предках. Таким образом, к концу дня мы услышим более 700 интересных историй. Виктория Сандросян студентка третьего курса факультета русской филологии и культуры. Сегодня говорила о своем прадедушке, который в 24 года ушел на Южный фронт. В 1945-м Айкас Хащатурович окончил военную кампанию в Берлине и вернулся домой с медалями за боевые заслуги. Составить исторический портрет незаурядной личности помогли рассказы родственников. Из рассказов бабушки, которые я помню, она говорила, что прадед был очень начитанным человеком. Он читал исключительно на русском языке и имел очень довольно большой круг общения. Многие истории участников акции уходили корнями далеко за пределы России. Например, прадедушка Игоря Каюрова был танкистом и сражался в Сталинградской битве, а позже освобождал Будапешт. Памятник воинам-освободителям в венгерской столице есть до сих пор, а благодарный правнук мечтает посетить мемориал. У меня мама ездила в Будапешт еще до моего рождения и видела этот памятник. А сам когда-то съездил? Сам тоже, конечно, хочу съездить. Слушая каждое выступление, понимаешь, насколько масштабна трагедия Великой Отечественной. Некоторые не выдерживали, рассказывали сквозь слезы. Что интересно, несмотря на большую продолжительность акции, внимательных слушателей в академическом зале не убавлялось. Я сама наставник нескольких групп. Большое количество студентов с большим удовольствием, с большим интересом откликнулись на эту акцию. Я сама с удовольствием поучаствовала. И студенты, они очень активно стали заниматься изучением своей семьи, они стали находить фотографии. Ярославский педагогический университет смело можно назвать первопроходцем такого формата выступлений. В нынешней акции принимают участие прежде всего будущие педагоги. И для нас в год педагога и наставника это очень важно, потому что именно так молодые люди воспринимают свою причастность к историю страны. И что самое важное, они именно так ощущают ответственность за судьбу будущего поколения и за судьбу, по большому счету, нашей страны. Я думаю, этой акции в скором будущем надо придавать значение федерального уровня. То, что зародилось у нас здесь в Ярославе в педагогическом университете, оно достойно именно большого внимания со стороны всех нормальных живущих людей сегодня, чтобы была память о тех тяжелых днях. Организаторы надеются, что сегодняшняя акция будет замечена и станет такой же доброй традицией, как и бессмертный полк. Алексей Машков, Игорь Мосин, Новости города. Десять лет на защите прав граждан. Институт уполномоченного по правам человека в Ярославской области отмечает юбилей. Поздравить сотрудников аппарата в столицу Золотого кольца приехали федеральные уполномоченные Татьяна Москалькова и омбудсмены из 30 регионов от Магадана до Луганска. А также представители органов власти, академического сообщества и гражданского сектора. Родион Латышев подробнее. Татьяна Москалькова приехала в Ярославль на два дня. Сегодня утром она посетила Ярославский педуниверситет, где студенты и преподаватели провели акцию Ярославский педагогический «Наши семейные книги памяти». Участники в течение одной минуты рассказывали о своих дедах и прадедах, ветеранах Великой Отечественной войны. В следующий пункт программы Всероссийская научно-практическая конференция «Права человека. Взаимодействие государства и гражданского общества». На ней прежде всего обсуждалась особая роль института уполномоченных по правам человека, как связующего звена и посредника между гражданином и властью. Мне очень понравилось, потому что я теперь понимаю, что такое институт прав человека вообще, потому что я учусь по направлению публичной политики. Почерпнул много нового про развитие непосредственно публичной политики, развитие непосредственно правовой сферы в нашем государстве. За 10 лет за защитой к уполномоченному по правам человека в Ярославской области обратились более 70 тысяч ярославцев, как с личными, так и с коллективными жалобами. По трем с лишним тысячам обращений были полностью восстановлены права. Почти 300 заключений и решений для защиты граждан направлены в органы власти. Вместе с федеральным аппаратом идет активная работа по возвращению ярославцев из украинского плена. Сейчас 10 человек уже освобождены и находятся на реабилитации. Во-первых, я стараюсь все, что можно сделать здесь, на месте. Но когда моих полномочий, моих возможностей не хватает, я обращаюсь к Татьяне Николаевне и всегда встречаю очень чуткий и оперативный и эффективный ответ. Для освобождения из плена российских, в том числе ярославских военнослужащих, федеральному полномоченным налажена тесная работа с Международным Красным Крестом, Министерством Обороны, ФСБ и украинским омбудсменом. Как только поступает информация о военнопленных, начинается работа с их родственниками и переговоры для возвращения солдат домой. Мы всегда переживаем, мы ждем сейчас очередного обмена, молимся, переживаем, работаем. Я на постоянной связи сейчас со своим аппаратом, чтобы сразу же получить эту информацию. Завтра омбудсмены примут участие в работе расширенного заседания Координационного совета в Ярославле. Его ключевой темой станет право на образование и права участников образовательного процесса. Родион Латышев, Денис Кауров, Новости города. Соревнования по воркауту Кубок Ярослава Мудрого, Гав-Гав-Шоу, Квиз на траве, автофестиваль LM76 и площадка живой истории. В Ярославле проходит конкурс творческих проектов ко дню города. Городское управление культуры рассмотрело 30 заявок. В финал вышли 5 разработок, которые были предложены активными и инициативными ярославцами, учреждениями культуры, спорта, общественными организациями. Что важно, онлайн-голосование за лучшие проекты проходит в официальной группе городского телеканала во ВКонтакте и продлится до 5 мая. Победители представят свои программы на праздники, а также получат дипломы, награды и памятные подарки. Итак, на сегодня проголосовало почти 3000 телезрителей. С небольшим отрывом пока лидирует проект автофестиваль LM76, а догоняет его площадка живой истории «Правда Ярослава». В городском сквере Рыбинского все готово к строительству колеса обозрения. Оно уже доставлено на место в разобранном виде. 60 тонн металла привезли 8 грузовиков. Под аттракцион расчищена площадка в конце парка. Его высота 27 метров, кабинки открытые, конструкция 2015 года. Монтаж начнут в мае. После регистрации в Ростехнадзоре планируют открыть аттракцион к 1 июня. Предприниматель, который управляет городским сквером, не оставляет планов установить колесо обозрения и на Волжской набережной. Однако вопрос для рыбинцев дискуссионный. В 2022 году вызвал жаркие споры среди архитекторов и краеведов. Далее спортивная часть выпуска. Низкие цены в гипермаркете «Семья». Одежда и обувь для мам, пап и детей. Джинсы от 390 рублей. Сезонная обувь от 490. На детский ассортимент цены от 99 рублей. Приходите, ждем вас. Гипермаркет «Семья». ТРК «Альтаин». Ленинградский 123. Состязания по ситарю принесли ярославцам 42 медали. Всероссийские соревнования по восточному единоборству прошли в Лобне и собрали более тысячи участников из 24 регионов. Ярославскую область представили воспитанники спортивных школ номер 22 и «Медведь», а также клуба «Ареналь». Наши каратисты в общей сложности сумели завоевать 8 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград. Кроме того, по итогам соревнований сборная Ярославской области заняла третье общекомандное место. На юбилейной площади в Тутаеве откроется девятый сезон проекта «Фармэко. Бегом по золотому кольцу». В рамках забега участвуют более полутора тысяч спортсменов из 40 регионов. Любители легкой атлетики ждут марафоны общей протяженностью до 21 километра. Школьников и студентов мучить сильно не станут. Их ждут дистанции до трех. К слову, это будет первый забег из десяти в регионе. Также обязательным условием для участия в данных соревнованиях станет предъявление медицинской справки от терапевта или спортивного врача. Теперь к погоде. В Челябинскую область вернутся дожди. Резкое похолодание придет в Петербург, а на Сахалине пойдет снег. Тем временем в Старом Осколе будет облачно с прояснениями. Запастись дождевиками советуют синоптики жителям Нижневартовска. А что в Ярославле завтра, Ольга Муравьева сейчас ответит. О погоде на четверг расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков снова потеплеет до 20 градусов. Но дожди продолжатся. Подробности далее. Профессиональная и доступная помощь в многопрофильном медицинском центре «Медикор». Поликлиника с травмопунктом, рентген, УЗИ, скорая помощь, выезд врачей на дом. «Медикор», улица Республиканская, 16А. Телефон 208-503. Ночью в четверг в Ярославле облачный небольшой дождь. Температура 8 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Плашность воздуха 82%. Атмосферное давление 747 миллиметров втутного столба. Днем в четверг в Ярославле облачная температура 20 градусов. Ветер западный метр в секунду. Плашность воздуха 58%. Атмосферное давление 751 миллиметр втутного столба. Только этой весной квадратный метр всего от 70 тысяч рублей в жилом доме единство. Успейте купить. Светлояр 2888-00. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на городском телеканале. В стабильную, надежную компанию требуется электромонтер по обслуживанию электрооборудования сети «Аутандер». График работы сменной сутки через трое. Компания предлагает официальное трудоустройство. Своевременную выплату заработной платы дважды в месяц. Полный соцпакет. Телефон 8-905-135-71-90. 8-905-135-71-90. Через мгновение в эфире художественный фильм «Кука». Приятного просмотра. А я напоминаю, новости городского телеканала также доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости и в нашу редакцию по телефонам 72-11-70, 72-11-80. В студии работала Екатерина Сысоева. Хорошего вечера и до встречи в эфире.